Найти и ликвидировать несанкционированные свалки. Такова цель проекта Общероссийского народного фронта генерального уборка. В ходе очередного рейда активисты обнаружили еще две проблемные зоны в республике. Подробности в нашем репортаже. Свежий воздух, зеленые деревья и юльское разнотравье. Вот она сельская идиллия. Так можно было бы сказать про деревню Табонары, что в Цивильском районе, но в общую картину совсем не вписывается свалка в Абраге. А почему сюда выбрасываете? Ответ на наш вопрос мы так и не услышали. Зато увидели, что накопили некоторые местные жители. Пластиковые бутылки, картонные коробки, пищевые отходы. Это при том, что чуть повыше Абрага стоят мусорные контейнеры. У нас сперва на сходах граждан решили, что сделаем, попробуем сперва сделать контейнер, а потом, если так и не понравится, будем вывозить мешками. Договор у нас заключается сейчас как знамя муниципального учреждения, наше же, сельского поселения, на вывоз ТБОСО в мой дом. 40 рублей с человека в месяц. За эти деньги мусор соберут и увезут на полигон в Канарах. Сумма небольшая, но договоры заключили всего около 60 процентов жителей. Остальной мусор копится в овраге. Еще несколько сотен метров пути, еще один овраг и еще одна свалка. Только побольше. Глава поселения пытается оправдаться. Наше поселение находится недалеко от федеральной трассы М7 и заезжает. У нас был организован субботник. Мы, как видите, убрали, но опять в этом месте, опять начали вваливать мусор. А так с людьми и гражданами поселения убираем. Стараемся, конечно, и волоски делать, как называют, сидеть ночью ловить. Но пока этого результата у нас не было. Чтобы результат был, активисты ОНФ предлагают устанавливать фотоловушки. Но это один из вариантов. Меры должны приниматься комплексно. Проводить информационно-разъяснительную работу на уровне муниципалитетов, чтобы они в ближайшее время, в кратчайшие сроки, организовали все-таки населенных пунктах, контейнерные площадки и наладили сбор и вывоз мусора. За время генеральной уборки в Чувашии выявили около 60 незаконных свалок. Часть из них уже ликвидировали. Остальные устранят в ближайшее время. Анатолий Михайлов – местный житель. Вместе со своей супругой они сделали, казалось бы, невозможное. Вместо свалки обустроили зону отдыха. Всевозможные инсталляции фигуры из резиновых покрышек и пластиковых бутылок. Переработка вторсырья, как говорится, наглядно. Супруги благоустраивают территорию уже четыре года. Была бы такая грязная площадка здесь, конечно, людям неуютно было бы. А сейчас люди радуются. Мне очень приятно. Мы с женой радуемся. Я сам удивляюсь, почему так у нас сейчас не любят, не ценят природу. Природа же сама прощает это. От нас все зависит. Красота эта. От нас зависит делать. Улучшить экологию можете и вы. Интерактивная карта свалок ОНФ в этом поможет. Добавить проблемную точку просто. Нужно указать координаты и прикрепить фото или видео. Каждый адрес обязательно проверят и свалку ликвидируют. Или еще один способ. Гораздо проще. Не мусорить. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.